В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Не будут лишними. Самарский объединенный университет получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета. От одного до двух лет гарантии на пломбу. Ямочный ремонт в Самаре выполнен на 60%. Одеваться или раздеваться. Самарские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшее время. Авиасообщение России с Бельгией в столичном аэропорту, который сегодня произошло несколько взрывов, не закрывается. Однако Росавиация направила директивы в региональные российские аэропорты усилить меры безопасности. На входах в здания аэровокзалов проводится досмотр пассажиров, их личных вещей и багажа с применением специальных технических средств, в том числе газоанализаторов. Также организован максимально тщательный досмотр грузов и почты, прибывающих в грузовые терминалы. В аэропорту Курумыч сейчас находится генеральный директор нашей телекомпании Андрей Волков. И вот, что он рассказал. Вот, наверное, что наша служба безопасности научилась делать совершенствия, так как они научились усиливать меры безопасности, при этом не нервируя народ. Потому что сегодняшний день от обычного аэропорта Курумыч не отличается, строго говоря, ничем. Народа не очень много, очередей никаких, никакой нервотребки ни на каких этапах. О том, что меры безопасности усилены, можно было догадаться только по косвенным признакам. Историческим событием назвал губернатор Николай Меркушкин заседание наблюдательного совета СГАУ на космодроме. Сотрудничество университета с космодромом даст дополнительный толчок к развитию отрасли. Заседание совета провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Главным вопросом в повестке дня стал план реализации программы повышения конкурента способности СГАУ до 2020 года и вопросы подготовки инженерных кадров для ракетно-космической отрасли. Самарский университет уже в этом году получит на развитие научной деятельности полмиллиарда рублей из федерального бюджета. Такую сумму рекомендовал выделить Министерство образования и науки России Международный совет по повышению конкурентоспособности российских вузов. На что планируют направить средства узнавала Лариса Шалафаст. Новое слово в диагностике организма. Как получить полный анализ крови за считанные секунды. Студенты Самарского аэрокосмического университета на пороге новых открытий. Электронные и лазерные технологии совсем скоро смогут помочь врачам бороться с тяжелыми заболеваниями по-новому. Если мы говорим, положим, о состоянии человека, то понятно, что все виды датчиков, они должны быть удобны в работе. То есть идеал, к которому мы стремимся, на который мы еще не достигли, это, например, создание, грубо говоря, одежды, в которую будут встроены датчики. Которые будут снимать, соответственно, кардиосигналы, давление и прочее. Федеральные средства, это полмиллиарда рублей, пойдут на четыре основных направления исследовательской работы. Кроме лазерных биотехнических систем, это газотурбинное двигателестроение и динамика машин. В этой сфере Самарскому вузу вполне реально занять лидирующие позиции в мире. Тем более разработки самарских ученых уже активно используют в ракетостроении. В прошлом году СГАУ совместно с РКЦ «Прогресс» завершил создание двух спутников. Они прошли сертификацию и отправлены на космодром Восточный для подготовки к предстоящему запуску. Здесь целый ряд наших разработок летает сейчас уже на ракетоносители «Союз». Созданная нами система виброизоляции для бековой дорожки находится на МКС. То, что мы попали вот уже в среднюю группу и нам выделили 500 миллионов, это большой успех и это большой аванс для нас. Потому что план у нас очень амбициозный. Дополнительное финансирование Самарский вуз получил благодаря резкому качественному скачку за последние несколько лет. Еще три года назад он стал участником проекта «5-100», цель которого – поднять российское образование на мировой уровень. СГАУ значительно улучшил свои показатели и из третьей группы рейтинга поднялся во вторую. Немалое влияние на развитие вуза, как отметили на заседании Международного совета, оказало вхождение в его состав Самарского государственного университета. На достигнутом аэрокосмический университет не остановится. Задачи на будущее амбициозные – к 2020 году войти в сотню лучших университетов мира. Лариса Шалафаст, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Почти две тысячи жилых домов в Самарской области отремонтируют в этом году по программе капитального ремонта. Период проб и ошибок закончился. Работы подрядчики выполняют гораздо качественнее, чем два года назад. Причем не останавливается процесс даже зимой. Как ремонтируют крыши в мороз и как обновленные фасады пережили холода, увидела Марина Кравцова. Комфортно под крышей дома своего эти жители не чувствовали себя давно. Строению на улице Максима Горького больше века. Постройка крепкая, еще не один десяток лет простоит. А вот кровля под натиском времени и снега сдалась. Достучаться до бывшей управляющей компании «Альтернатива» не удавалось. Я вот живу в этом доме с 68-го года. У нас никто ничего не делал. У нас настолько течет, у меня обвалились потолки. Лед тронулся под действием программы капитального ремонта. Ждать весенней капели не стали. К работе подрядчики приступили в феврале. Попутно восстановили и разрушенные вентиляционные трубы. Завершить ремонт обещают через две недели. Жителям такая зимняя переделка неудобств не доставила, уверяют строители. Если мы что-то снимаем, мы в этот же день закрываем. И крышу открытую на ночь не оставляем никогда. Капремонт домов можно вести круглый год. В холода менять трубы, ремонтировать крыши, проводить внутренние работы. Этой зимой отремонтировали несколько сотен домов. Наши кураторы закреплены за каждым объектом. Соответственно, в зимний период, так как эти работы особо напряженные, инспекторы выезжают на объект чаще и проверяют буквально каждый шаг. Комиссии общественной палаты региона и фонда капитального ремонта проверили, как идут работы и как выглядят результаты. Дом 56 на Полевой сдал первый зимний экзамен. Фасад здесь отремонтировали прошлой осенью. Раньше дом 1970 года постройки промерзал. Подрядчики обследовали здание тепловизором, нашли слабые места. Потом утеплили и оштукатурили кирпичный фасад. На все ушло меньше двух месяцев. Теперь надо делать автоматические системы управления тепловизором, чтобы все это действительно не просто сделали ремонт. Это да, хорошо. Но здесь теперь надо добиваться экономии. А экономия тепла можно добиться, чтобы установить автоматические системы. Следующим шагом должна стать установка приборов регулировки тепла. Так и платить за отопление жители будут меньше. По приблизительным подсчетам на ремонт фасада, это почти 5 миллионов рублей, собственникам квартир пришлось бы 31 год собирать взносы. С помощью программы капремонта утеплились гораздо быстрее. В Самарской области уже отремонтировали 1100 домов. В этом году в планах еще почти 2000. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Гарантия на пломбу до двух лет. В Самаре продолжается ямычный ремонт дорог. В планах отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше половины, а это около 120 улиц, уже отремонтировано. И несмотря на то, что такой ямычный ремонт мера экстренная и недолговечная, держаться такие заплатки будут до двух лет. Для этого рабочие используют специальную технологию и качественный асфальтобетон. Марина Матвейшина вникла в детали. Черные, блестящие и зернистые. Если асфальтобетонную смесь по внешнему виду легко спутать с черной икрой, значит, она сделана как надо, говорят рабочие. Но внешность не главная. Мужчины подтвердят. А потому качество асфальтобетона проверяют в несколько этапов. На месте, консистенцию и температуру. И в лаборатории. Качественный состав. Ежедневно в ходе производства работы дается пробы литой асфальтобетонной смеси непосредственно с Кохера, а также от завода-производителя, где сдается в лабораторию заказчика, где проверяется ее качество. На улице Революционной ямы заливают проверенным асфальтобетоном. Все по правилам. Сначала их готовят, обрабатывают края и выдувают пыль и мусор. И только затем заливают горячей смесью. После того, как участок дороги отремонтирован, автомобилистам придется потерпеть и не ездить по нему еще около 20-30 минут. Именно столько будет остывать разогретый до 220 градусов асфальт. Ямочный ремонт сейчас в самом разгаре. По поручению главы Самары Олега Фурсова он проходит круглосуточно. Увеличено количество бригад с 15 до 20. А горячий асфальт к местному назначению подводит 11 кохеров. К временным затруднениям движения на дорогах из-за ремонта автомобилисты относятся понимающе. Постоянно вижу оранжевые жилеты, постоянно вижу оборудование специальное. Ну, посмотрим. Вроде как обещают до середины весны все это доделать. Зима выдалась достаточно суровой. Это и осадки, это и перепады температур постоянные, которые сам как водитель, вы видите, я замечаю. Поэтому хотя бы такой ремонт очень полезен мне как водителю в любом случае. Автомобилистам нужно тщательно выбирать маршрут. Только этим вечером работы будут идти одновременно на 13 улицах. В том числе на Марисе Торезе, на участке от Мяги до Партизанской, на проспекте Карла Маркса от Кирова до Нового вокзальной. Полный график работ можно найти на сайте городской администрации. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Управляющим компаниям и районным отделам ЖКХ поручено привести в боевую готовность всю уборочную технику. На усиленный режим работы переходят и дворники. Меньше двух недель осталось до старта большой весенней уборки города. И уже на следующей неделе начнутся так называемые средники. Территории районов поделят на участки. И каждый закрепит за сотрудниками районных администраций и управляющими организациями. Через несколько дней синоптики обещают потепление. Температура воздуха и днем, и ночью достигнет положительных значений. Первостепенная задача – очистить все отмостки домов, чтобы избежать возможного затопления подвалов. Контроль за этим будет усилен. Мы в данной ситуации разобрались и организовали на этой неделе проверку по вскрытию полностью всех отмосток. Отмостки должны быть все открыты. Все низкие места – отвод воды организуйте. Там, где сегодня есть снег, уберите его, либо переместите на другую территорию. Встречать весну во всеоружии. Оружие, а это веники, лопаты, грабли и перчатки, уже поступило в пункты выдачи населению. Все желающие выйти на борьбу за чистоту и порядок могут получить их в местных ЖЭО. Первую партию инвентаря приняла Марина Матвеевшина, а также узнала несколько секретов прохмастерства. С хорошей метлой ни в какую непогоду не пропадешь. Дворник с 22-летним стажем Герасим Абаков за всю свою профессиональную карьеру испытал сотни веников, а перевязал их и того больше. Счет пошел на тысячи. И в этом деле он, без сомнения, знает толк. Связываем веник. Самый правильный метод, чтобы он никогда не крутился вокруг черенка, надо связывать вот таким образом. Берете узел, затягиваете, потому что другим образом вы никогда крепче этого не затянете вокруг. Делаем один круг, второй, пожалуйста, узел один и бантик. Перевязать таким образом делится Герасим нужно в двух местах, чтобы метла не рассыпалась. А потом черенок, важно, чтобы он был острым, вбивают в веник. Вот таким образом он вбивается туда. И все, и пожалуйста, подметайте, как хотите. Казалось бы, ни убавить, ни прибавить. Но и это еще не все секреты хорошей метлы. Для изготовления метелок подходит не каждое растение. Еще с советских времен веники делают из кустарника чилиги. Это растение полюбилось дворником за особую мягкость веток, но при этом очень долговечная метла получается. Даже пластмассовая ни в какое сравнение не идет с настоящим чилиговым веником. К предстоящей генеральной уборке города дворнику Герасиму и его коллегам из муниципальной управляющей компании «Жилсервис» предстоит перевязать сотню веников, сделать столько же лопат и столько же грабель. На склад прибыла первая партия инвентаря для субботника. Здесь же топоры, пилы, перчатки и мешки для мусора. Все это уже с 1 апреля жители города могут получить в ЖЭУ бесплатно. А когда субботники закончатся, инструменты нужно вернуть. После большой апрельской уборки инструменты не будут пылиться на складе. Они продолжат работать в руках профессионалов. Это закупается именно для того, чтобы этим инструментом работалось, а не для какой-то показухи. Они будут работать в течение года, пока их не спишут. Это, конечно, хорошее поспорье для наших работников в ЖЭУ. И те, которые у нас есть дворники, и они этим же инвентарем и будут работать. Пункты выдачи жителям инвентаря для субботников будут работать не только в ЖЭУ муниципальных контор. Коммерческие управляющие компании тоже готовы бесплатно предоставить необходимые инструменты, чтобы вместе навести порядок в городе после зимы. Ну а дворники обещают поделиться с желающими секретами профессионального мастерства. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Что такое глобальное потепление и существует ли оно? Ждать морозов или тепла в ближайшие дни? Будет ли наводнение в Самарской области и когда начнется настоящая весна? Об этом во Всемирный день метеоролога рассказал руководитель отдела метеорологии Приволжского УГМС Вячеслав Демин. В этом году ведомству исполняется 80 лет. В этом году климатическая весна наступила немного раньше. Средняя температура марта чуть выше обычного значения. И как вы видите, Волга уже полностью вскрылась ото льда. Означает ли это, что завтра нас накроют чудовищными последствиями глобального потепления? И ждать ли второго Всемирного потопа? В былые времена, чтобы узнать о том, какая будет погода, нужно было искусство шамана. Он бил в бубен, сжигал что-нибудь на костре и выдавал готовый прогноз. Правда, очень не точно. В наше время погоду предсказывают синоптики, в арсенале которых современные технологии и методики исследования. Самарские метеорологи предупреждают, что подтопление ожидается в 15 районах области. В Кошкинском, Богатовском, Борском, Красноярском, Кенельском и других. Прогнозы по уровню воды в Саратовском водохранилище будут даны только в апреле, когда водоемы полностью освободятся ото льда. Учитывая сложившиеся гидрометных условия к концу зимы и ожидаемое развитие весенних процессов, потому что это самое главное, насколько дружная весна будет, максимальный уровень большинства рек области ожидается выше нормы от 10 до 95 сантиметров. На реке Самара в верхнем течении на 175 сантиметров. Вскрытие рек ожидается на 8-10 дней раньше нормы. Хотя нынешняя зима была аномально теплой, синоптики не драматизируют. В Самаре официальные наблюдения за погодой ведутся с 1936 года. И за это время температурные рекорды были диаметрально противоположными. И катастрофы, связанные с потеплением, они не ожидают ни завтра, ни в ближайшие лет сто. На земле основная доля льда, она в Антарктиде сосредоточена. Если растопить всю вот эту 4-х километровую антарктическую шапку, то только в этом случае, вот посчитали ученые, уровень мирового океана повысится на 50 метров. Только в этом случае. Вот по самому жуткому сценарию в конце этого века температура может повыситься на 6 градусов, и уровень мирового океана тогда поднимется примерно на 90 сантиметров. Вот все ужасы. В год температура на планете растет на 0,05 градуса, и ученые не могут точно сказать, кто больше виноват – человек или естественные климатические изменения. Андрей Трой, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. Новый виток в деле хищения – почти 130 миллионов рублей из банка «Волга-кредит». Очередная почерковеческая экспертиза уверена, подписи на бумагах принадлежат Татьяне Ярилкиной, бывшему председателю правления кредитного учреждения. Прокуратура уверена, Ярилкина продала векселя в обход банка сторонним компаниям и присвоила полученные средства. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. На одной из самарских овощных баз на улице Олимпийской сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили полторы тонны польских яблок и почти три тонны турецких томатов. В соответствии с требованием закона нелегальный товар был уничтожен. Родились в рубашке лобовое столкновение на седьмом километре трассы Урал-Сызрань. По данным ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался со стороны федеральной автодороги М5 «Урал-Сызрань». Выехав на встречную полосу, он не рассчитал расстояние и столкнулся с «Лада Приора», за рулем которой был молодой человек 91-го года рождения. Оба водителя остались живы, хотя серьезно пострадали. В Самаре пройдет конкурс коротких фантастических рассказов «Столица ЗЭД», посвященный 75-летнему юбилею объявления Куйбышева столицей СССР. 20 лучших рассказов войдут в сборник, который будет опубликован уже этим летом. Их авторы получат по экземпляру книги и будут награждены дипломами в Самаре в усадьбе Алексея Толстого. Возглавит жюри конкурса писатель Андрей Олих, вошедший в шорт-лист международной литературной премии «Дебют» с книгой «Без имян лак». К мундиалю в Самаре может появиться новый сорт цветов, который назовут в честь города. Кроме того, для гостей турнира планируют производить соки и нектары из фруктов, которые сейчас выращиваются в городских садах. Напитки будут разливаться в тару, напоминающую футбольный мяч. Также в Самаре предлагают делать необычные торты. В виде футбольного поля с воротами и игроками появятся также тортики в форме ракет. О том, что принес этот вторник, в расстановку сел рубль-доллар, расскажет наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар сдал еще одну позицию. На 22 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 77 копеек. Курс евро 76 рублей 14 копеек. Обе валюты летят вниз под напором растущей нефти. За баррель Brent дают 42 доллара 20 центов. Золот стоит 2727 рублей за грамм. Серебро стоит 34 рубля 45 копеек за грамм. События вторника. Обрушили европейские рынки. Ведущие индексы за несколько часов потеряли от полутора до двух процентов. Сильнее всего снизились бумаги авиаперевозчиков. По данным Сити Групп, на данном этапе российскому Центробанку не выгоден дорогой рубль. Поэтому национальная валюта может не перешагнуть отметку 60 рублей за доллар. Банкиры надеются, что просрочка по кредитам перестанет наконец-то расти, а безработица затормозилась. На сегодня это все. Удачи в делах. 115 самарских школьников и студентов стали лауреатами премии в рамках национального проекта образования. Это лауреаты конкурсов, соревнований и олимпиад различного уровня. Сумма материального вознаграждения для победителей международных и всероссийских конкурсов 60 тысяч рублей. Областных и городских 30 тысяч. Национальная премия вручается в регионе с 2006 года. За это время ее лауреатами стали более тысячи молодых людей. В Самарской области очень большие успехи. Мы реализовываем образовательную политику. Главным фокусом которой становится поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Нужно сказать о том, что ребята, которые представляют Самарскую область, многие награждались этой премией уже неоднократно. А теперь пришло время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Комета атакует Акбарс в финале юношеской хоккейной лиги. Баскетбольная Самара готова к матчам плей-офф Суперлиги. Прошлогодний чемпион регулярного сезона – баскетклуб Самары. Эти соревнования заканчивают на четвертом месте из 13. Статистика впечатляет – 14 побед и 8 поражений. Это пока. Ведь финишная прямая из двух домашних матчей может кардинально изменить рисунок турнирной таблицы. Если нам повезет, то мы можем быть и третьими, и вторыми в регулярном чемпионате. Но это зависит уже на сегодняшний день не только от нас, но зависит в данный момент от соперников. Главный тренер Самарского клуба ставит одну задачу перед баскетболистами – два матча, две победы. Так как от набранных или потерянных очков будет зависеть не только итоговое место в турнирной таблице, но и какой соперник попадется в Самаре в первом раунде плей-офф. Поэтому на каждой тренировке во время всего чемпионата страны Сергей Зазулин требует от спортсменов полной самоотдачи. Мы всегда в такой обстановке тренируемся, всегда обстановка напряженная. И я думаю, это нам помогает все равно и морально, и все равно как бы физически постоянно накал, постоянно в движении. Поэтому мы с каждой командой можем играть на равных в этом сезоне. Домашняя серия игр пройдет в МТЛ-арена. В среду Самара принимает Пермскую Парму в 7 вечера, а в субботу Ижевский купол Родники. Начало последнего матча регулярного сезона в 3 часа дня. Не менее захватывающий матч ожидают хоккейных болельщиков. В среду и четверг на Ипподром-арене в 7 часов вечера состоится финал по Волжья юношеской хоккейной лиге. Встречаются Самарская Комета и Казанский Акбарс. Хоккейные эксперты оценивают это достижение местной команды как выдающиеся. Ведь после определения чемпиона федерального округа обе команды поедут на розыгрыш финала первенства России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На 70-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России и обладатель нагрудного заказа знака за труд во благо земли Самарской художественный руководитель Волжского народного хора имени Милославова Владимир Иванович Пахомов. Прощание состоится 24 марта с 12 до 2 в ДК города Новокуйбышевска. Владимир Пахомов окончил музыкальный факультет Куйбышевского пединститута и факультет хорового дирижирования Ленинградской консерватории. Много лет преподавал в педагогическом колледже. С 97-го года был художественным руководителем Волжского народного хора. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова